Все уже промыли, да, Полинка, тебя? Все. Бабушка двухлетней Полины до сих пор не может понять, чем могла отравиться внучка. Фрукты мыли тщательно, руки перед едой тоже. В детское отделение инфекционной больницы их привезли неделю назад. Сделалась температура, рвота, поносик открылся. Сначала думали, просто так, может, что там поела или что. С такими же симптомами сюда ежедневно привозят под десятку больных в день. У многих, кроме повышенной температуры и диареи, еще насморк и рези в горле. Сейчас палат в отделении на всех не хватает. На лечении 48 детей и 44 взрослых. Больше 200 человек уже переболели и выписались. Эти большом количестве находятся в воде. А наше население сейчас уповает на то, что продают воду в киосках, значит, чистая, холодная, ключевая вода. И забывают о том, что она там вовсе не стерильная, эта вода. И не кипятят ее. Покупают и тут же ее употребляют пищу, дают и маленьким детям. Водопроводную воду сотрудники Роспотребнадзора исследовали. Вирусов не нашли. Но советуют все равно кипятить ее. Вспышку кишечной инфекции связывают с общим ослаблением иммунитета кировчан зимой. Только с начала года в области больше 700 случаев заражения кишечной инфекцией. Последний раз такая вспышка была в 2007. Вообще заболевание с кишечными инфекциями вирусными – это показатель культуры населения в какой-то степени. То есть, если попал вирус в коллектив и начал быстро распространяться, это говорит, что просто элементарно люди не мыют руки. Труднее всего эту болезнь переносят дети и чаще заражаются ею от взрослых, которые приняли заболевание за обычную диарею и не обратились к врачу. Медики советуют единственный способ уберечь себя и своих близких от инфекции – соблюдать гигиену. Мыть руки, кипятить воду и оградить себя от общества при первых признаках болезни. Александра Татаринова, Александр Касин, Алексей Стахеев. Бюро новостей. Довича.